Привет, ребята! Давно мы с вами не виделись, и если честно, мне очень ловко с вами здороваться. Я болела, потом у меня был сильный, достаточно затяжной арт-блог, но я успешно из него выбралась, и чтобы не теряться, можете подписаться на мой телеграм, я туда так или иначе укладывала какие-то рисуночки, а сейчас я выкладываю туда свой инктобер. Инктобер — это как раз-таки тема, о которой мы поговорим с вами сегодня, и я вам покажу свои картиночки и расскажу, как прошла моя первая неделя. К инктоберу я отнеслась довольно основательно, но без сильной подготовки, и я знала, что я буду рисовать его в такой скетчевой манере, что это не будут какие-то большие полноценные работы, и, в принципе, я советую всем так делать. Самое главное, что я ставила перед собой, — это идея рисунка на определенную тему. Рисую я, кстати, по официальному списку. Сначала я думала его как-то под себя интерпретировать, посмотреть другие переводы, но поняла, что у меня совершенно нет на это времени. 1 октября наступило очень быстро, и я взяла официальный список, официальный его русский перевод, можете тоже глянуть у меня в Телеграме, и начала рисовать. Внезапно для себя я выбрала вот этот скетчбук, я купила его в Леонардо, и также внезапно на кассе оказалось, что он стоит 500 рублей. И эта бумага для меня одна сплошная загадка. Сам производитель пишет, что это планшет для эскизов, здесь бумага серая, плотностью 300 грамм. Да, она действительно очень плотная, вы можете посмотреть, насколько этот скетчбук широкий, но насчет серого цвета, конечно, они не правы, это скорее серо-синий оттенок, да. Очень, кстати, красивый, и это был единственный, по-моему, критерий, для чего я его взяла, и вообще инктобер я здесь везти не собиралась. И выбрать для инктобера этот скетчбук, это была большая ошибка. Я думаю, все прекрасно понимают, почему. Потому что бумага плотная, как вы видите, бумага имеет фактуру, бумага не гладкая. А все-таки в инктобер мы рисуем графику. И плюс она еще и тинтованная, плюс она цветная. То есть вы представляете, сколько на нее надо вылить туши, чтобы она была насыщенная. Ну да ладно, мы не ищем легких путей, и сегодня я вам хочу показать штучки, которые я нарисовала за первую неделю, еще рассказать про материалы. Первая тема была... Боже, тут надо уже закрывать. Так, первая тема — горгулья. И я ничего не стала выдумывать, и просто нарисовала свою интерпретацию горгулей. Я нашла очень много рефов классных в интернете. И, в общем-то, выглядит неплохо. Я буквально быстро поговорила о материалах, потому что так получилось, что это буквально вот эти чуваки, и все. Цена инктобера, как вы видите, две копейки, если не учитывая, что это поска. Я изначально также взяла еще акварелика-лайн черного цвета. Вы знаете, насколько я ее очень сильно люблю. Это оттенок, который распадается. И это просто очень прекрасная краска. Но я поняла, что вот этот ее распад, он очень сильно усложнит мне работу. Я буду думать, блин, где использовать это, где не использовать. А вы знаете, что акварель — штука непредсказуемая, и поэтому грануляция могла сработать там, где она мне не нужна. Поэтому я ее использовала только в первой работе. Здесь вы видите, как я использовала эту тушь на крыльях, и где-то получился эффект, где-то нет. Кстати, бумага вполне даже отлично подходит для акварели, но это если вы конченый извращенец. Поэтому вот тушь от Гаммы приходит мне всегда на помощь. Она самая простая, она самая дешевая, она самая понятная, блин. И поэтому я решила остановиться на туши. Еще одной моей целью этого инктобера — это было научиться, не научиться, в общем, попрактиковаться в лайне. Потому что, как вы знаете, я абсолютно не умею лайнить, и весь лайн я делаю брашпенами, и поэтому он получается очень и очень толстый. Поэтому я ограничила себя, и к брашпенам я ручку не тяну, только если я рисую что-то помимо инктобера. И мой выбор пал вот на этих вот двух красавцев-близнецов. Один белый, другой черный. Это два линера поски с наконечником 1МР. И здесь тоже есть свой минус. Плюс это, разумеется, подача чернил. Чернила там, как я понимаю, жидкие, и они поступают в наконечник, и с этим абсолютно нет никаких проблем. И вы буквально рисуете, как рапидографом, то есть тушью, чернилами. Этот наконечник, он 0,7 мм, но мне, если честно, кажется, что даже больше миллиметра там точно есть. Это очень толстый наконечник, и пока, пока я не профессионал, мне варьировать линию очень тяжело. Но да ладно, я учусь. Буду надеяться, что инктобер мне как-то поможет с этим справиться. В общем, вот такой у меня ограниченный запас материалов. И, как вы видите, рисую я, разумеется, себе не изменяя в околокварельной технике. Это был первый день. Поехали дальше. Второй день, он не очень. Это значит, у нас беготня, по-моему, да. И скетч был очень классный. Это мой персонаж, который убегает от злых летучих мышей с котами в руке. Скетч был классный, но я не рассчитала формат, и у меня все получаются толстыми карликами. Не умею я рисовать худых мальчиков. У меня все либо очень большие, либо с аппетитными формами. И вы сейчас посмотрите, насколько аппетитными. Тема летучая мышь. И три первых рисунка, они очень пробные такие. Они мне давались очень тяжело. А дальше дело пошло нормально. И, как вы видите, вот такой милый русаленок получился на четвертый день. Тема гребешок. Вот он, малыш. И я решила, ну, не просто нарисовать ракушку, да. Русалки — это одна из моих любимых тем в рисовании. И раньше я очень часто рисовала русалок. Сейчас как-то реже. Сейчас вы знаете, да, основной направленность моего творчества. И это, наверное, один из моих любимых набросков. Пока он мне очень нравится. Мне нравится, что это такая небольшая полноценная иллюстрация. И мне кажется, я тут уже более-менее руку набила. Но кое-где есть косяки в лайне. Слишком толстый лайн. Это да. О, тема пламя, тема огонь. Изначально я хотела нарисовать тоже своих персонажей. У меня были идеи с оружием связанные. Вот пламя, пламя на лезвие катаны. Не хотелось нарисовать магию именно в плане фаербола, огненные руки и все такое прочее. Также просто пламя, там, костер рисовать не хотелось. Я хотела именно нарисовать персонажа с огненным оружием в руках. Я поделала скетчи, и потом до меня дошло. А зачем выдумывать велосипед, если есть такой персонаж? И вот он делюк с волчью погибелью. Конечно, к самому мечу и то, как он его держит, много вопросов. Но в целом мне этот рисунок нравится. И я уже тут начала более-менее стараться. Ой, а это тоже один из моих любимых набросков. Тема букет, цветы я рисую так себе. И поэтому я придумала сходу вот такого милого персонажа, милую фею, который стоит с худо-бедно ирисами какими-то. И мне очень нравится этот скетч. Наверное, вот второй после «Русала» мой любимый. Вы посмотрите. Он очаровательный. Он прям такой маленький и сладенький. А следующую тему я, к сожалению, вам не могу показать на ютубе. Но можете посмотреть в Телеграме, если, конечно, захотите, потому что там эротика. Покажу вам восьмую тему, так уж и быть. И очаровательный. Тема совпадения. Но также для меня слово «мэч» — это вот соединение. Давайте сделаем вид, что это что-то очень близкое. Я решила нарисовать теплое соединение близнецов. Не хочу, чтобы они враждовали. Я хочу, чтобы между ними было все хорошо. И у меня на скетче было, как Люмин держит Итера под попу, потому что она сильная женщина. Но потом я поняла, что я не хочу так нарисовать, потому что ног не будет видно. И так Люмин почти не видно. Поэтому я решила хотя бы Итера нарисовать более-менее полноценно. И, знаете, мне приятно смотреть на этот рисунок. Мне это очень тепло. И иллюстрации, которые я сейчас рисую, я их пока вам показывать не буду. Очень надеюсь, что вы их увидите в следующем видео. Что я не забью. В общем, ребята, вот такое получилось расслабленное видео. Я по вам очень сильно соскучилась. Пишите обязательно в комментариях, хотите ли вы подобных роликов, чтобы я еще с вами поговорила про этот челлендж. А также напишите, участвуете ли вы в нем вообще или уже давно забили или разочаровались, возможно, в Инктобере. Я сейчас, когда рисовала несколько картинок подряд, поняла, что это мне дается уже легче, чем в первые дни. И выделила несколько плюсов Инктобера, которые могут помочь, мне кажется, абсолютно всем. От начинающих ребят, которые только взяли карандаш в руку, до уже умеющих людей, но которые хотели бы что-то улучшить. Поэтому мыслей у меня много. Если вам интересно, обязательно пишите в комментариях. И давайте, как старые добрые времена, с вами там поболтаем. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok